Во время трапезы, дорогие мои друзья, на своей твердыне я встретил случайно дурачка. И знаете, сколь мне не было бы всё равно на него, из-за того, что я пока ещё мало популярен, меня мало кто знает, и моя репутация ещё под вопросом среди комьюнити, я вынужден опровергнуть его слова. Знаете, правду говорят, что история циклична, ведь когда я самым первым придумал ту сборку, о которой он говорит через меч охотника на демона, в косу коррозии и золотой посох, меня тоже все называли ебланом. Где мои пруфы, что я сделал её первой? Вы можете найти гайд на канале. Тамус тогда был ещё не реворкнут, он мог активировать пассивку только после поднятия кос. Косы надо было подбирать самостоятельно, их нельзя было повторным криком притянуть к себе, и тогда эта сборка не раскрывала ни одной из пассивок, ни одной из способностей тамуса, и была не актуальна на него, но я её активно использовал, когда выдумал, и меня точно так же все называли ебланом. А сейчас, если вы посмотрите в топы рангов, то её используют каждый второй. И вот история повторяется, я придумал какое-то новое направление, которое пока ещё не общепризнанно, его мало кто использует, пока что я только себя могу назвать представителем, пользующихся этим направлением. И меня снова хейтят за то, что, ну, если ты собираешь то, что топы не собирают, то ты еблан как автоматически, понимаете? К сожалению, чтобы подтвердить свои слова, мне придётся заспойлерить маленькую часть гайда, которая выйдет в будущем. И раз уж на то пошло, то давайте я и скажу, чего вам ждать, чего вы ждёте сейчас. Гайд будет сильно отличаться от тех, что были у меня на канале, и от тех, что вы можете найти на каналах у других ютюберов. Информации было много, сжать её не получалось, она вытекала из одного знания, вытекало следующее знание, однако без того знания, которое вытечет из этого знания, это знание будет неясным, и, в общем, получалась сильная каша. Поэтому я принял решение взять поэтапный курс, я буду обучать вас от ранга к рангу. Ранги не будут никак взаимосвязаны с вашим настоящим актуальным рангом, и если вы ранга эпик, то вам не надо будет мотать на ранг эпик, нет. Это просто условное обозначение, как, например, начальные знания, продвинутые знания, магистратура, бакалавриат и так далее. Просто на определённой стадии, на начальной стадии, когда вы только купили тамузы, я расскажу вам, что нужно сделать, с чем нужно освоиться, к чему привыкнуть и так далее, и так далее. И в какой-то момент я вам и вовсе покажу все направления тамузов, которые я знаю. Например, тамуз танка, тамуз в скорость атаки, тамуз 50 на 50, тамуз в лес, тамуз в сапа, тамуз через чистый урон, тамуз через физический урон и, в общем, миллионы тамузов. А мультивселенная очень мало что известно. А теперь к объяснениям, почему же он неправ и еблан на самом деле он. Смотрите, я играю в основном соло ранг и из-за этого очень чистой ситуации, когда меня жмут втроём, а моя команда меня не гангает по тем или иным причинам. Мне всё равно почему, я никого не буду оскорблять, но факт есть факт. Поэтому давайте для сравнения просто соберём направление, которое этот человек вполне бы мог принять за хорошее, и потом я покажу вам, на что способно моё. На экране вы видите мою самую первую самостоятельную сборку, а вторую я вам не покажу. Ждите гайд. Во-первых, дамаг не сильно различается между этими двумя сборками. Я уже тестил, и по угрону они вышли примерно на равных уровнях. А вот вампиризм как раз-таки, раз мы собираем топор кровожадности, мы сейчас и проверим. Что ж, реса очень мало, как мы видим. Давайте продадим антихилу ботов и посмотрим ещё раз. Что ж, а теперь моя сборка через топор кровожадности. Естественно, мы должны собрать антихилу и для этой сборки, чтобы было всё честно. Подождём-ка до крыльев. А теперь скажите мне, в ситуации, когда у них танк, кор и боец нападают на вас втроём, плюс вы ещё в крипах стоите. Что лучше? Не отхилиться нисколько, но зато иметь большую скорость атаки и урон, или иметь такой же урон, такую же защиту, но при этом с одной кнопки, ничего не делая, отхилить себе 70% здоровья. Несмотря на антихил. Вообще, плевать, как вы только что могли заметить. Что ж, я думаю, выбор очевиден. В общем, подождите, гайд, и пожалуйста, если вы не разбираетесь в тамусах, если это не ваш мейн, если вы не наиграли 7000 часов на нём, как я... Даже не пишите ничего, вы... Если вы увидели, как я плохо отыграл в какой-то игре, это может быть связано с разными причинами. Меня отвлекали, у меня была сильная температура, и я тупил. Меня никто не гангал, и меня задавили в самом начале, из-за того, что было слишком много контроля. Миллион причин для разных результатов. Не пишите. Просто подождите гайда, посмотрите гайд, и если же вам что-то кажется неверным, проаргументируйте это, а не он собирает топор кровожадности, значит он еблан. Это не аргумент. Как вы видите. Небольшие новости с фронта по гайду. Готова пока что лишь вводная часть, и то не до конца. Все потому, что я не хочу просто, чтобы мой бэкграунд занимал лишь один тамус. Это монотонно и надоест. Я хочу сделать какую-то драматургию. Я хочу, чтобы это было похоже на какое-то занятие, знаете. И это отнимет у меня очень много времени. Так как монтажер я не очень, но пиздеть умею. Поэтому напиздеть-то я напизжу, а чтобы оформить это в хоть как-то смотрибельную и приятную, по моему мнению, картинку, мне понадобится время. А сейчас я с вами прощаюсь. Пожалуйста, не верьте словам, что из-за топора кровожадности или в какой-то катке он отсосал, и теперь его не надо смотреть, он еблан. Я все только что показал, объяснил, и ждите гайда. Я все расскажу. Я попытаюсь проложить вам цельную дорогу, по которой, если вы пройдете, вы научитесь играть на тамоге. Я постараюсь вас провести по всем этим дебрям, которые я лично сам исследовал на протяжении 7000 часов, а вам я уже дам проталенную дорожку. Все. До встречи в гайде, друзья.